в моем понимании никакого дворового спорта не было никогда когда у власти были большевики большевики целенаправленно заботились о здоровье нации и оснащали дворовые площадки различным спортивным инвентарем перед моим домом например была был а стадион б баскетбольная площадка в волейбольная площадка и масса места для занятия чем угодно поэтому все время играли футбол волейбол баскетбол а зимой там точно также государство ставила хоккейную коробку заливала лед так сказать в лице дворника после чего все мчались играть в хоккей это не был никакой дворовой спорт это была целенаправленная государственная политика по физическому развитию населения осмелюсь заметить что в настоящий момент тот же самый стадион перед моим двором оборудован значительно лучше правильное покрытие поставлены трибуны для зрителей другие прожектора там и всякое такое площадке баскетбольные волейбольная точно так же функционирует то есть там где я живу все это берегут и налаживают что же до того что спорт становится коммерческим но чего вы хотели собственно вот при капитализме всегда так и было мы все хотели капитализма вот пожалуйста капитализм пришел спорт капитализировался внезапно оказывается что футбольные игроки все почему-то долларовые миллионеры как так получил хорошо это или плохо в рамках капитализма быть богатым но наверное хорошо к этому надо стремиться ну хорошо ли продавать билеты на футбольные матчи за какие-то там серьезные деньги ну наверное в рамках капитализма тоже хорошо поэтому в моем понимании это все абсолютно естественные события вот она вот так устроена у всех абсолютный мы здесь никакое не исключение посмотрите на все так называемые цивилизованные страны и там увидите то же самое причем в гораздо более крайних выражениях ничего необычного нет мнение граждан в этом вопросе ничего не изменит оно и дальше будет точно такое же как всякий мальчик естественно в детстве дрался естественно хотелось научиться драться гораздо лучше чем вот умеешь от природы в советском союзе с этим были серьезные трудности я хотел пойти в боксеры в боксеры меня не взяли потому что в советском боксе детском сразу требовали принести дневник и показать что ты отличник что у тебя отсутствует замечание по поведению но поскольку я был негодяй то у меня не взяли в общем-то это не помешало мне потом отправиться во всякие там каратэ шмаратэ и их спортивных успехов не достиг в общем-то ну и не для этого ходил то есть с моей точки зрения наиболее эффективные для мальчика занятия и собственного так сказать опыта и это бокс и штанга не надо ничего изобретать на просто научиться бить людей по голове как следует и иметь для этого серьезную физическую силу когда руки разгибаются это как раз штанга тебе и дает надо ли достигать каких-то немыслимых спортивных результатов и это каждый для себя решает сам а то что каждый мальчик и мужчина должен заниматься единоборствами целенаправленно лично у меня никаких сомнений не вызывает у нас есть там образцы в древности например какие-нибудь горячо любимые всеми самураи самурай должен был уметь махать саблей отважно выкручивать руки сочинять стихи плясать то есть овладевал всем комплексом и стихам и мордобою уделялось ну примерно одинаковое время и то и другое одинаково важно для мужчины поэтому когда говорят о каких-то там я не знаю развивайте мозг общайтесь с интересными людьми мордобой это форма общения с интересными людьми это по моему наиболее эффективный способ донесения своих мыслей до ряда граждан физическое здоровье вообще ну на нем вся жизнь держится и вот этот горячо любимый нашей интеллигенции мозг он хорошо работает только физически крепком теле когда хорошо циркулирует кровь развитой мышцы мозг снабжается кислородом и питанием без спорта никак ну а чем заниматься в спорте ну на мой взгляд вопрос философский то есть если ты просто поднимаешь штангу это уже хорошо но если при этом ты умеешь ловко выкручивать руки уши и другие части тела то это гораздо полезнее когда ты эту физическую силу которая накапливается с помощью одних упражнений с помощью других упражнений эту физическую силу можешь правильно употребить надо ли это тебе ну сказать затруднительно я как бывший комсомолец вот всегда хожу с ножом он годится для различных жизненных ситуаций не для тех про которые вы подумали вообще но железо она во первых оттягивает штаны во вторых является отягчающим так сказать обстоятельством а твои знания приемов рукопашного боя их во первых никогда не видно а во вторых они всегда с тобой и в любой жизненной ситуации а ситуации в жизни бывают очень разные как говорила бдула хорошо тому у кого есть кинжал и горе тому у кого его нет так вот хорошо тому кто знает и умеет и горе тому кто не знает и не умеет не приложил никаких усилий стремился не к тому к чему надо печально занимайтесь спортом ну на мой взгляд в жизни есть явления естественные есть противоестественные вот ты родился например в семье у тебя есть мама и папа любишь ли ты своих маму и папу ну я так подозреваю что дай маму и папу ты любишь вот ты пошел в детский сад там у тебя друзья ты любишь своих друзей нет наверное да пошел в школу у тебя одноклассники тоже с ними дружишь ну с кем-то естественно ругаешься там есть у тебя друзья есть у тебя враги любишь ли ты свою школу ну наверное любишь иначе ты бы там в одноклассниках не сидел бы столько времени. Есть ли люди, которые ненавидят свою школу? Конечно, есть, но таких людей мало. Далее, за школой, ну что у тебя там, производство, работа какая-то, как у тебя там складывается, коллектив, положительно ты к нему относишься, отрицательно, вот страна твоя, надо ее любить, не надо ее любить. Как-то так, естественным путем. Получается, что все нормальные граждане свою семью, свою школу, свой коллектив, они как минимум уважительно к нему относятся. Не говоря про любовь, есть некоторое количество выродков всегда, которые все это ненавидят. Ненавидят родную мать, ненавидят родную страну, на мой взгляд, это противоестественно. Есть такие люди, безусловно, есть. В каждом обществе, ну, не знаю, сколько там, 5-7 процентов граждан нетрадиционной ориентации. Но составляют ли они основную массу? Являют ли они собой образец для подражания? На мой взгляд, нет. Надо ли молодому человеку заниматься спортом в рамках его положительного отношения к родной стране? Безусловно, надо. Любой нормальный мужчина проходит службу в рядах вооруженных сил. Нужна ли там физическая сила? Там практически все на ней стоит. Лучше туда прийти заранее подготовленным, крепким, физически развитым, способным постоять за себя, за коллектив и за родную страну в конечном итоге. Поэтому спортом надо заниматься всем. В настоящий момент патриотизм – это, в первую очередь, правильное поведение. Не веди себя, как скот, например. Соблюдай правила дорожного движения. Это самые примитивные, так сказать, вещи. Не носись, как умалишенный. Пропускай пешеходов. Не устраивай гонки на дорогах. Выйди во двор, посмотри, что там не так. Покрась скамейку, посей газон, постриги траву, воткни пару колышков. Дела, делай. Именно дела. Не рассказывай себе и окружающим, что тебе кто-то должен, что государство за тебя должно что-то делать. Сделай хоть что-то сам. Сделай лучше хотя бы вокруг себя. Как это у православных говорят, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Спортивный кружок продолжаю посещать. Но не с той степенью угара. Ибо после 50 лет здоровье, как-то вне зависимости от наличия и отсутствия занятий, здоровье некоторым образом меняется. И то, что я делал раньше, я делать уже просто физически не могу. А тогда для того, чтобы нормально работать, хорошо спать, правильно есть, физические нагрузки, жизненно необходимо. Для этого я сюда привез все, что десятилетиями жило у меня дома. Всего очень много. Комплекты гирь, штанга, все дома лежало всегда. Ну, поскольку занимает место, и здесь свободного места гораздо больше, то привез сюда. Поэтому теперь занимаюсь не только я, но еще и весь личный состав, кто хочет что-нибудь поднять. В 90-е ситуация была непростая. Поскольку я тогда службу нес, то все спортивные кружки, они в первую очередь поставляли до нас контингент, который эшелонами уезжал на Таймыр, чтобы отбывать наказание за содеянные преступления. То есть, там не все так было хорошо. Но художественные фильмы с Арнольдом Шварценеггером наглядно показывают, чего практически обыкновенный австрийский паренек смог добиться с помощью воли и серьезных усилий. Вот родился в городе Грац в Австрии, вот в армии служил, вот в Америку уехал. Все это время непрерывно занимался спортом и закончил, фактически уже закончил свою активную деятельность. Во-первых, исключительно физически здоровым. Во-вторых, губернатором Калифорнии. В-третьих, миллионером мужем дамы из семейства Кеннеди. И там можно это бесконечно перечислять. Вот несгибаемая воля, труд, работа над собой дают такие результаты. А что касательно фильмов про супергероев, лично для меня, у нас герои были настоящие. У нас была чудовищная война и герои у нас все были настоящие. Дети и взрослые. Смотреть кино про этих граждан в трусах поверх колготок, я не знаю, для меня как-то странно. А ключевое в этих фильмах, что эти люди... Ну, возьмите какого-нибудь, я не знаю, Человека-паука. Его укусил паук. И у него появились сверхспособности. А этот там выпил что-то из пробирки и стал Халком, понимаете. Дальше начинают терзать какие-то проблемы. Ни один из этих граждан ничего не сделал для того, чтобы вот быть супергероем, так сказать. Ну, может, Бэтмен там отчасти. Никаких усилий прилагать не надо. Надо ждать, когда тебя укусит паук. К чему это учит? К чему это ведет? На мой взгляд, это какая-то абсолютно выморочная фигня, которая детей интересовать не должна по определению. Ну, а то, что именно она и интересует, на мой взгляд, это печально. Федор Емельяненко, на мой взгляд. Краса и гордость России. Замечательные результаты везде, где только можно. Настоящий русский человек ведет себя, как подобает мужчине, и в спорте, и в жизни. Спокоен, холоднокровен, рассудителен. Никаких подлостей себе не позволяет категорически. Не кривляется отвратительно. То есть, на мой взгляд, вот пример для подражания. Ну, то, что его за это любят, неудивительно. Почему он действует вот так? Я как взрослый человек, я не знаю всех обстоятельств, в которых живет Федор Емельяненко. Зачем он это делает, и почему делает именно так? Я не понимаю, и могу только смотреть. Тут, ну, наверное, такую... Проведу параллель с Майком Тайсоном. Майк Тайсон в свое время, когда появился, произвел эффект просто как водородная бомба. Вот это да, вот это боксер. А потом раз и сел за изнасилование. А потом вышел из тюрьмы и что-то как-то... Не очень у Майка. Но стали ли хуже те бои, которые он проводил раньше? Может ли он пожизненно быть там всю жизнь лучшим? Ну, не только Майка, а любой. Может ли он пожизненно быть лучшим? Я считаю, что нет. И, на мой взгляд, это очевидно. Поэтому лично для меня интересно то, чего Федор сделал, и то, чего добился. Ну, добьется ли чего-то еще, я не очень представляю. Могу пожелать Федору только вот удачи и очередных побед. Ну, а если... А если... Если вдруг такая неприятность случится, и у него не получится, ну, лично для меня он хуже не станет. А что же до мнения толпы? Ну, мнение вот этого жгучая любовь, мгновенно переходящая в лютую ненависть, говорит, по-моему, только о толпе, а не о Федоре. Люди, они вообще, что малые, что большие, там дети, взрослые, они как мартышки. Они очень сильно стремятся кому-то подражать. У нас психика так устроена, что мы все время стремимся кому-то подражать. Если вот есть такая особенность у психики, на мой взгляд, ее надо как-то рационально использовать. Ну, то есть, примеры для подражания надо выбирать. Есть, например, какой-нибудь там талантливый исполнитель нетрадиционной сексуальной ориентации, как правило. Надо ли ему подражать? Возможно, он сочиняет чудесные песни, но, на мой взгляд, по жизни подражать ему не надо, потому что он наркоман, развратник, негодяй там и всякое. Но при этом поет хорошие песни. На мой взгляд, такой персонаж не является примером для подражания, несмотря на хорошие песни. Но есть другой гражданин, который мало того, что популярен, но совершает еще и гражданские ответственные поступки. Например, оказывает материальную и не только помощь тем, кто в этой помощи нуждается. Вне зависимости, там больные дети, дети Донбасса, еще чего-то. То есть, в моем понимании, Джефф Монсон, он как человек разумный, чувствует ответственность, которая на нем лежит, что вот тебя за тобой смотрят десятки, сотни тысяч людей, они тебе подражают. Поэтому ты должен являть собой образец поведения, образец того, как надо делать. Это мне сложно цифры привести. Но вот, если Джефф Монсон перечислил денег, то я вас уверяю, что и подавляющее большинство его поклонников сделает то же самое, перечислить деньги на помощь детям. На мой взгляд, совершенно правильный, разумный гражданский поступок. Мое почтение, Джефф Монсон. Ну, вне зависимости от того, нравится кому-то это или не нравится, все эти политические процессы на спорте отражаются. Вот я на Олимпиаде был, вот там вышло, так сказать, представители украинской делегации, которые там выбежали, сели на лавочки, отказались проходить и вот, понимаете, вот один человек там с флагом выйдет, а мы в это время на лавочках посидим. Потому что у нас тут Майдан, мы против вас и всякое такое. Этому человеку хлопали, громче хлопали только Россия, российские зрители. Сборную Украины приветствовали вот практически так же, как самих себя, потому что это мы и есть. А вот эти вот кривляния, они к чему вообще были, зачем, для чего. Надо это туда тащить, не надо, это уже вообще вопрос из другой плоскости, оно уже там и никуда от этого не деться. И каждый в подобных конфликтах все равно вынужден будет занять какую-то сторону. Это лично решение спортсмена, то есть у нас еще есть деятели искусства, которые ездят выступать перед украинскими военными, которые из гаубиц расстреливают города. Это абсолютно нормально, поехать там перед нацистами плясать и кривляться. Есть другие, которые там не одобряют выбор населения Крыма, перейти в состав Российской Федерации. Они считают, что это неправильно. Тут я могу понять, что подобные решения, они диктуются деньгами исключительно. То есть эти люди, которые концертируют по России, они же дают концерты на Украине, как какой-нибудь Борис Гребенщиков, который лично там пляшет и кривляется перед Михаилом Саакашвили. Если Борис Гребенщиков что-то, упаси Боже, скажет против Украины, то концертов там не видать, а значит и денег не видать оттуда. Но на здоровье его слушают и дальше в России, потому что даже у такой точки зрения есть люди, которые поддерживают. А спортсмен, который выходит и отражает точку зрения, которая близка населению Российской Федерации, я считаю, что это правильный спортсмен, это правильный шаг. Есть такая присказка, что вот с человеком надо съесть пуд соли или там не один пуд соли с ним съели. Человек, он проявляется, как правило, только в каких-то специфических обстоятельствах. Есть друг, например, ты с ним дружишь, дружбу, а потом раз случилась какая-то вот такая неординарная жизненная ситуация, а друг твой повел себя вот так, а не так, как тебе хотелось бы и не так, как ты рассчитывал. Говорит ли это о том, что он тебя предал, что он не такой, как ты думал, но жизненный опыт подсказывает, что он всегда такой был, он всегда был предателем, он всегда был готов тебя предать, всегда был сволочью, ну, нехорошим человеком, так скажем, но только вот обстоятельства позволили ему раскрыться и по ходу жизненного пути ты очень быстро заметишь, что вот с этим твоим другом хорошо ходить в кино, посмеяться, обсудить фильм, вот с этим вот другом неплохо выпить бывает, отличная компания, а вот с этим, например, можно заниматься деньгами, с двумя предыдущими нельзя категорически, они только для кино и употребления пива совместного, а деньги можно зарабатывать только вот с этим другом, и может быть, он тебе и не кажется вовсе твоим самым близким, самым замечательным другом, но на поверку в самых важных жизненных ситуациях поможет тебе именно он, ну, вот такие люди, возможно, у них в детстве были какие-то неправильные ориентиры, они стремились к чему-то не тому, возможно, что-то там с психикой у этих людей не так, они всегда есть, и всегда, соответственно, будут, в том числе и в спорте, ну, а твоя задача уже смотри, с кем ты дружишь, как ты дружишь, кого к себе приближаешь, а с кем не желаешь общаться. На мой взгляд, оно двоякое, то есть, во-первых, когда в 90-е годы все ломанулись за кордон, они же туда как приезжают, как туристы, в первую очередь, это все равно, что в Питере приехать, походить по дворцовой площади, поохать-поахать, как у вас тут красиво, как замечательно, ну, или в Москве по Красной площади. Никто ж из туристов не едет там куда-нибудь в Бутово или в Мытище посмотреть, как на самом деле люди живут. Ну, одно дело парадная витрина, другое дело обыденность. Ну, вот поехали, ну, приехали, ну, пожили там, я не знаю, год-два-десять, а что там лучше-то, вот мне абсолютно непонятно. То есть, конечный результат, когда, соответственно, после падения коммунизма, когда появилась масса магазинов, там, я не знаю, там, одежда, инструменты, автомобили, черти что, у нас все есть. То есть, в настоящий момент в России продается абсолютно все, и причем то же самое, что продается на Западе. Цены там разные, зарплаты разные, это да, но все блага, они тебе доступны, материальные. Копи деньги, покупай. Ну, и далее внезапно выясняется, что при жизни в так называемых этих демократических развитых странах, там тоже за все надо платить деньги, причем за отдельные вещи платить надо значительно больше. Ну, а когда ты это попробовал, посмотрел, ну, здравым умом, есть ли смысл-то вообще туда ехать. Если ты бежишь за колбасой, колбаса вот здесь продается. Если ты думаешь, что там можно заработать денег, это заблуждение. Ты вот живешь в России, да, и наблюдаешь, наверное, приезжающих парней из Средней Азии, там, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, на заработки они сюда едут. Присмотрись к ним внимательно и задумайся, есть ли у тебя среди них друзья, например. Какие перспективы в России ты видишь для этих людей? Ну, и внезапно осознаешь, что друзей у тебя среди них нет. То есть, они не могут влиться в русское общество вот нормальным, так сказать, образом. Они живут диаспорами, замкнувшись внутри себя, где все такие же, как они говорят на их языке, едят ту же еду, те же женщины там и всякое такое. У них нет образования, они не могут проникнуть в верхние слои российского общества, просто по умолчанию. Потому что не знают языка, не имеют образования, нужных навыков и прочее. Ну, единицы, безусловно, пробиваются, а все остальные трудятся на стройке. Ну, так в чем смысл ехать в Америку и работать там таксистом, если здесь, абсолютно то же самое. А только с одной разницей, здесь все говорят по-русски, ты всем понятен и не испытываешь никакого душевного дискомфорта. Что касается спорта, когда богатеет страна, соответственно, богатеет и спорт. То есть, там появляются деньги, там появляются призовые фонды, соревнования и всякое такое. Если человек может совершенно спокойно реализовать, себя здесь, никакого смысла ему куда-то уезжать нет. Вообще никакого. Зачем? Ну, что там настолько хорошо, что вот тебя бы вырвало отсюда и ты опрометью побежал. Большинство тех, кто уехал, вот лично из моих наблюдений, люди, когда уезжают, они продаю машину, продаю квартиру, продаю дом, вообще все продаю. Все продал и уехал. Да, там у тебя там котлета с собой, нормально, на первых порах не пропадешь. Ну, дальше-то, а что ты добился? Куда ты там встроился? У тебя какая-то мега востребованная специальность? Ну, нет. Если ты едешь здоровье собственно тратить, ты там получил травму, еще что-то, что с тобой дальше будет? Непонятно. Дальше все эти деньги закончились, а назад ты вернуться не можешь. Физически не можешь. У тебя тут ничего нет и возвращаться некуда. И тогда ты начинаешь выискивать для себя оправдание, что ты совершил абсолютно правильный поступок. Ты поступил исключительно разумно, что бросил эту поганую рашку и уехал за кордон. Поэтому ты круглые сутки сидишь на русских форумах, испражняешься на Россию, убеждая себя в том, что ты совершил абсолютно правильный поступок. Рассказываешь о том, какой плохой Путин, кругом жулики и воры. Ты ж вокруг себя-то там, где теперь живешь, не смотришь. Там-то с жуликами и с ворами в 10 раз лучше, потому что там денег в 10 раз больше. И воруют, значит, в 10 раз активнее. Но для тебя все плохое сосредоточено в России. Ну, на мой взгляд, это вопрос вообще к психиатрам. Не к нормальным людям, а к специалистам по психическим заболеваниям. Лечитесь. Я таким спортом никогда не увлекался, вообще. То есть, я абсолютно равнодушен к спорту. Высоких достижений меня лично я больше интересую. То есть, футбол, хоккей, баскетбол, все вообще мимо. Я только чемпионаты мира иногда смотрю для того, чтобы в курсе быть, о чем же все говорят. Плюс на чемпионатах мира там хотя бы все стараются, как могут. И игра очень интересная. Даже, так сказать, для меня ничего в этом не понимающего. Образцов, не знаю, никогда не было. Образец для меня всегда был родной отец. Царство ему небесное. Я всегда всю жизнь, пока жил, так сказать, в семье, утром я просыпался от того, что батя в комнате машет руками, ногами делает зарядку. А это значит, он уже пробежал десятку утреннюю. И вот разминается, так сказать, уже после пробежки. Человек был исключительно серьезный, физически, прекрасно развитый. Даже когда-то, по-моему, в отряд космонавтов попадал. Вот он жизненный пример для подражания. Я не думаю, что это что-то там в моей жизни бы изменило, если бы я подражал мега-боксеру какому-нибудь, или отцу родному. Отец родной гораздо более близкий и понятный, наглядный пример. На мой взгляд, это жизненно необходимо, поскольку ты же не можешь все время молча что-то делать. У тебя непрерывно будут брать интервью, ты непрерывно должен что-то рассказывать, ограничиваться только, так сказать, профессиональной деятельностью. Это, мягко говоря, странно. Личностью ты должен быть всесторонне развитой, начитанной, насмотренной, наслушанной. И, мало того, я еще и спляшет, и споет, и по морде надает. Развиваться надо исключительно разносторонне. Не всегда на это хватает времени, но надо стремиться. Потому что в нынешних условиях пиар – это просто гигантская составляющая успеха. Если какой-нибудь там замечательный боец ловко рассказывает анекдоты, интересно шутит, и вообще там бодро общается, рейтинги его вырастут, просто вот космически взлетают, если он правильно умеет себя поднести. Этому, кстати, не так трудно научиться, как разговаривать с журналистами, что именно говорить, как на какие вопросы отвечать. Ничего разного ни у кого не спрашивают – это редчайший случай. Всегда практически одно и то же. На это надо нарабатывать специфические навыки. Для самого себя я бы, во всяком случае, посоветовал, что если ты там талантливый хоккеист, футболист, естественно, у тебя должна быть там своя страничка, аккаунт в соцсетях, на которые подписываются граждане, где ты им делишься всяким. А вот у меня вот это, а вот то. И повторюсь, как нормальный здравомыслящий мужчина, чувствуя ответственность, что на тебя смотрят сотни тысяч мальтишек и мужиков, веди себя подобающим образом, не учи их ничему плохому, не мерзким поведением, не гнусными словами, являй собой образец для подражания. Потому что слава – это в первую очередь, для думающего человека, это в первую очередь ответственность, а не наслаждение тема, а вот я, как вы посмотрите. Не надо кривляться, ты не обезьяна. Хотя хотел с тобой поработать немного в стойке, в плане бросков, даже что-то получится. Хотя они у тебя очень неплохо получались, именно как раз высиды, броски и так далее, в том числе то, что мы видели на М1, у тебя очень нехорошо получались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова